Время двигаться дальше. На рабочей встрече губернатора с депутатами законодательного собрания и лидерами фракций затронули основные вехи развития региона. Подвели итоги работы за 2020 и за первые месяцы 2021-го. Несмотря на то, что год только начался, Ульяновская область уже успела показать положительную динамику развития. К примеру, на 1 января уровень инфляции составил 100,5%, что ниже среднего показателя по всей России. Подготовлены новые рабочие места на предприятиях, обновлено медицинское оборудование. Губернатор отмечает, что в основном это заслуга слаженной работы исполнительной и законодательной власти. Я хочу вас искренне поблагодарить за поддержку в принятии бюджета, за все те предложения, за те все идеи и за ту финансовую помощь. Вы, как лидеры трех партий здесь присутствующих, реализовали огромное количество интересных порозов и интересных наших с вами идей, которые обрекли форму достаточно хороших федеральных для нас с вами решений. Еще одна тема, требующая особого внимания – изменения в уставе Ульяновской области. В течение года рабочая группа разрабатывала, обсуждала и корректировала предложения от экспертного сообщества, учитывала все мнения общественности. Это помогло выявить основные аспекты, требующие пристального внимания. Лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин отмечает, что сейчас главное сконцентрироваться на повышении уровня жизни людей и разработать пакет мер по борьбе с бедностью. Около 200 тысяч наших жителей нашей области находятся за чертой бедности. Около 50 тысяч пенсионеров получают меньше 10 тысяч пенсию ежемесячно. Это просто позор. Найти деньги и жить невозможно. Поэтому мы должны совместно с правительством найти деньги, разработать областную программу и практически учесть каждого человека, в области которого проблемы, и найти возможность адресной помощи. Проблему материального благополучия поддержал и лидер фракции КПРФ. Исходя из представленного отчета министра экономического развития, 20% населения находятся за чертой бедности. Основополагающая причина – сокращение рабочих мест. Айрат Гебаддинов предложил уделить особое внимание ведущим предприятиям региона, сделать акцент на их развитии. Надо обратить внимание на ту промышленную зону, которая работает уже после развала ОПК, так называемых, бывших площадей Аэростар. Это мебельные производства, дверные производства, различные. Там сократилось в работниках, во многих на треть, в десятки раз сократились. Вы прекрасно знаете там, и предприятия там шуршают. Ну, вы многих тоже лично знаете, я знаю, вы на промышленную зону. Здесь надо действительно обращать внимание. Лидер фракции «Единая Россия» Василий Гвоздев отметил, что сейчас в условиях быстро меняющегося современного мира важно оптимизировать работу исполнительной власти. Для оперативного реагирования необходимы минимум бюрократических процедур, максимум внимания и отдельный подход к каждой конкретной проблеме. В ручном режиме управлять той или иной отраслью и быть в курсе всех событий. Это колоссальная нагрузка. Но мы уверены, что Сергей Иванович, как лидер региона, как человек с огромным опытом работает, готов к такому формату. И самое главное, население и время требуют именно таких коротких коммуникаций. Изменения в уставе коснутся деятельности исполнительной власти. Региональное правительство возглавит Сергей Морозов. На нем будет лежать вся ответственность за принятие решений по развитию региона. Я ничего не вижу в этом плохого. Наоборот, губернатор должен нести персональную ответственность за все, что происходит. И до юра, и до факта. И я как губернатор готов это делать. Хотя я ни разу не отходил от этой очень важной функции. В новой редакции устава изменена преамбула. В ней будет закреплена значимость великих подвигов народов, в том числе победы над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне. Дмитрий Грачев, руководитель фракции ЛДПР, отмечает, что эта поправка имеет большое значение для нашего региона. Вот это самое объединяющее, это самое святое. Ну и в целом, я повторюсь, документ прошел самое тщательное обсуждение. Никаких минусов, изъянов от избирателей мы не услышали. Поэтому будем голосовать за поддержку внесения изменений. Окончательный вариант документа уже подписал губернатор. Проект закона готов к внесению в областной парламент.